Упражнение для чтения по методу доктора Пимслера. Урок номер три. Прочитайте вслух слово, стоящее в первой строке. Let. Let. Вторая строка. Let. 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 Третья. Light. Light. Четвертая. Ten men. Ten men. В слове из пятой строки есть новый для вас звук. И. Слушайте и повторяйте. Teen. Teen. Удвоенное. И. Обычно произносятся как И. Попробуйте прочитать слово из шестой строки. Weak. Weak. В седьмой строке два слова со схожим звучанием. See me. See me. В коротких односложных словах конечное. И. Звучит так же, как удвоенное. И. Прочитайте строку номер восемь. We need. Тот же самый звук, хотя и обозначаемый другими буквами, вы встретите в слове из девятой строки. Попробуйте прочитать его сами. Eat. Eat. Десять. East. East. Строка номер одиннадцать. Здесь вы тоже встретите этот звук, но уже на конце слова. Это число вам тоже должно быть знакомо. Попробуйте прочитать его. Fifty. Fifty. Вы уже встречали. Why. На конце односложных слов типа. My. Обратите внимание, что на конце более длинных слов эта буква обычно произносится как. И. Прочитайте одиннадцатую строку еще раз. Fifty. Fifty. Попробуйте прочитать строку номер двенадцать. Sixty. Sixty. Тринадцать. He is. He is. Посмотрите на четырнадцатую строчку. Здесь вы видите апостроф, знак которым обычно обозначается сокращение. И буква. И. Здесь произносится так, как если бы она стояла на конце слова. Попробуйте прочитать это. He is. He is. Строка номер пятнадцать. He is fifteen. He is fifteen. Шестнадцать. Шестнадцать. Heed. Heed. Семнадцать. Heed like wine. Heed like wine. Попробуйте прочитать слово из восемнадцатой строки. Буква. С. Здесь также произносится как звук. З. Please. Please. Девятнадцать. Попробуйте прочитать двадцатую строчку. В ней вы встретите два различных варианта произношения буквы. I. Hi, miss. Hi, miss. Третий урок чтения окончен. Попробуйте прочитать двадцатую строчку. 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 Продолжение следует...